Всем привет! В этом видео я отвечу на один из самых часто задаваемых вопросов на моем канале о том, как же я рисую на правой руке. Это видео не обучающее, но я расскажу в нем свои маленькие хитрости. Я, как и многие другие, с самого детства пишу одной рукой. На кухне или еще в какой-либо работе я привыкла делать основную работу правой рукой. Если я начинаю писать левой рукой, то получается значительно хуже и по времени дольше. Естественно, я рисую левой рукой не лучше, чем пишу. Когда я рисую, то стараюсь взять кисть в руку так же, как взяла бы ее в правую. Иногда я могу вести линию и одновременно с этим двигать свои пальцы в нужном направлении. Если же я захватываю кисть как-то по-другому и мне кажется, что это удобно, то в итоге результат получается все равно хуже. Я стараюсь выбирать такие дизайны, чтобы на правой руке можно было его не делать или сделать упрощенным, как например в этом на левой руке нарисованы часики, а на правой нет. Или же я могу легко сделать стемпинг на обеих руках. Или приклеить слайдер дизайн. Иногда я не рассчитываю своей силой выбираю сложный дизайн для обеих рук. Тогда я чувствую себя полным новичком и жалею о том, что я это затеяла. Конечно, с таким дизайном я не смогла ходить долго. Если это геометрия, то я могу ее сделать только на нескольких ноготках. Или более простой вариант на обеих руках. Могу сделать втишку на всех ногтях, а налево еще добавить фольгу. Или вот такой вариант. Или вариант с меланжем. Вот, например, дизайн с градиентом, пиксиками и слайдерами. Тут просто слайдеры и блестки. Над этим дизайном пришлось потрудиться чуть дольше, но получился он у меня аккуратным. Из недавних дизайнов, вот этот дался с легкостью обеим рукам. Так как в нем используются только дотсы с тразом. Я заметила, что со временем даже левой рукой получается рисовать все лучше и лучше. Поэтому, если вы хотите рисовать на второй руке, то нужно тренироваться дополнительно на типсах. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч!